Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в шестую цивилизацию, потихонечку развиваемся, воюем с варварами, которые постоянно появляются тут, ни с того ни с сего. Давайте мы, наверное, немного подождем. И тобой тоже подождем, он не сможет стрелять, поэтому в этом ходу у него очков действия уже практически не осталось. Поэтому просто посидим чуток, этого лучника мы заведем в город, пусть он стоит на обороне на всякий случай, если тут какие-то варвары появятся и все такое. Так, забираем, 45 монет получаем. И куда мы пойдем дальше? Давайте вот в эту сторону пойдем. Посмотрим, не пойдем, не посмотрим, ладно. Так, у нас есть вариант построить еще одну ферму и на вине можно тоже что-то построить, да, на вине, на виноградниках какую-нибудь винодельню. Сейчас посмотрим, что там будет. Так, разведчик отлечился и пусть на автомате идет теперь все это дело исследует, меня он уже не особо беспокоит на данный момент. Ну вот, что он от меня хочет, если честно, я не совсем понимаю. Возможно, он хочет, чтобы у меня в городе были районы, объявляет войну Еревану. Непонятно где, ну ладно. Может он хочет, чтобы у меня в городе были какие-то определенные строения, типа там храмов каких-то или казарм каких-нибудь, не знаю, посмотрим. Так, сейчас мы в любом случае, мы построили Копейщика, да, выполнили задание вот этого города. Сейчас посмотрим. Так, мы можем построить теперь военный лагерь. Это как раз район, в котором можно будет возводить разные строения, типа казарм. И давайте, наверное, его строить, почему нет. А, кстати, давайте почитаем сейчас. И этот район дает одно очко великого полководца за ход. Про великих людей я еще тоже не смотрел особо, точнее не показывал про них. Район города, вот так, на отдельного горожанина культура производства не может быть рядом с центром города. То есть, все равно, где ставить этот район, лишь бы не с центром города. Поэтому мы куда-нибудь вот подальше, наверное, пойдем, поставим его, может быть, ну, например, где-нибудь здесь. Вот. Купим клетку и построим здесь райончик. Этот военный. Так, хорошо. Задание города-государства выполнено. Мы получили, выполнили так, и... А, мы автоматом получили там этого посла. Вот. Теперь мы получаем дополнительно две культуры в нашей столице. Когда будет три посла, мы будем получать... ...еще две культуры для каждой театральной площади. Вот так вот. И дополнительно для каждой театральной... Еще потом дополнительно две на шести послах. Ваши районы на побережье или возле него дают еще две культуры. Можно, когда мы станем Сюзераном, можно будет заплатить золото за временное управление его войсками. Угу. Угу. И также... ...мы получим доступ всех его уникальных ресурсов. То бишь, вот, на данный момент это только соль. Но они развиваются, расширяются. Может быть, и до трюфелей сюда доберутся когда-нибудь. Интересно, на самом деле. То есть, эту тему с городами-государствами тоже немного переработали. И мне кажется, она стала немного интереснее. И также они воюют вместе со мной. А как мне стать Сюзераном? Три посла и больше, чем у других цивилизаций. Хорошо. Хорошо. А также послы... Вот у нас есть индикатор очков влияния. Когда сто очков влияния набирается, то мы получаем одного посла. Вот как-то так. То есть, можно будет второго сюда отправить. Посмотрим. Так. Хорошо. Что у нас дальше? Это мы закрываем. Тут у нас копейщик обустроится. Наверное, на защите. На всякий случай. А то какие-то вон уже вражеские китайцы к нам подходят. Китайцы. Японцы, простите, пожалуйста. Да что я их китайцами все время называю? Блин. Так. Да. Пока что он не может тут ничего построить, к сожалению. Значит, идем сюда. У нас... Да. Орошение требуется, точно. Я как-то не... Не это. Писать, значит делиться. Желание делиться мыслями, идеями, мнениями, заложено в самой человеческой природе. Угу. Хорошо. Теперь мы сможем построить еще и район научный. Не скажу, как он правильно называется. Было написано, наверное, только что. Я не обратил внимания. Так. Смотрим. Орошение, кстати, мы можем изучить за 4 хода всего лишь. Потом мореходство. Изучаем. Пройдемся по вот этим ускоренным наукам. И тем временем идем пока потихонечку на разведку. Через леса ничего не видно. Плохая разведка. Так. Лучник здесь остается жить. Ваш народ развил уникальную культуру. Я под впечатлением. А? Что? Но, тем не менее, он все равно неприязнь испытывает ко мне. Делегацию не хочет. До свидули. Ну и ладно. Давайте попробуем, может, этим делегацию впаять. Ваша торговая делегация прибыла. Ограниченная. Пока нейтралитет. Может, дружбу? Нет? Мы в Конго не готовы принимать вашу дружбу. Принять. Дайте развиться нашим отношениям. Ладно. Так. Строим ферму. Можно было, кстати, собрать пшеницу. Тихаря и все. Так. Идем потихонечку по лесу пройдемся. Надо, наверное... Да. Конго. Кстати. О. А вот и Конго. Да. Так. Подожди, 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 подожди. Ты у нас пока... Надо до Конго, наверное, добраться. Разведать территорию. Что тут где? Давайте мы... Тебя пока что отдыхать оставим. Отлично. Сейчас, может, по варварам тут пройдемся немного. Алмазы. Алмазы. Это у нас Норвегия здесь находится. Ох, у них там классно, наверное, с таким количеством алмазов. Так, уже 13 ходов. Хорошо. Осталось до строительства амбара. Потом можно будет что-то новое построить. Да, стреляем по варварам. Нефиг тут ходить. Наших соседей. Скоро к вам прибудет моя торговая делегация с грузом Фуфу. Приятного аппетита. С радостью приветствуем вашу делегацию. С грузом Фуфу. Что бы это ни значило, но звучит не очень заманчиво, если честно. Так. Давайте... Подожди, подожди. Без любви там начал что-то мне рассказывать. По-прежнему нейтралитет. Мы обменялись грузом Фуфу. Но пока да. Без любви живут тысячи людей. Окей, но ни один не выживет без воды. Да. Мы теперь можем плантации строить. Сейчас построим. И висячие сады. Висячие сады у нас уже кто-то построил. Из наших... Ко-ко-ко-ко... Не коллег, а все-таки соперников. Соперников. Так-с. О, варвары. Отлично. Сейчас через реку по ним будем стрелять. Клево, наверное, если они не убегут никуда. Так. А я, кстати, про вот этих забыл. Я их там оставил. Точно. Совсем забыл. Раздупляемся, ребята. Тут наш там... Можно, кстати, просто стоять. Вот так вот. Возле варварского поселения. И фармить опыт. Ну, там, конечно, не так много идет. Нам сколько надо? 45... 30 опыта до следующего уровня. Мы получаем... За один вот выстрел, допустим, один опыт. Ей. Так. Идем, короче. Врываемся. Если что, будем убегать. Добиваем. Вот этих вот ребят. Сейчас копейщики нас должны колоть. По идее. За убийство три опыта получают, да? Ну, это, кстати, он еще на первом просто уровне. Потом, мне кажется, меньше опыта будет, нет? Так, стреляем. Это мои варвары, я их тут фармлю. Ну, и идем посмотрим. О, вот поселение, отлично. Мы на верном пути, чтобы заработать еще немного деньжат. О, да, решили копьями поколоть наших лошадок немного. Но это не страшно совершенно. Мы тут без проблем справимся. Так, я не хочу ближе подходить. На самом деле, не вижу никакого совершенно смысла. Так, мы сейчас восстановим хп этим лошадкам без проблем. Эти немножечко коцают разведчиков, а эти добивают разведчиков. И восстанавливают полное хп. Вот это, конечно, очень-очень потрясающие такие штуковины. Ну, черты цивилизации. Черты, перки, способности, возможности, я не знаю. Обалденные. Скифия мне очень нравится уже. О. К античности. Они только к античности. Норвегия только к античности перешла. Какой ужас. Отсталая цивилизация. Мы уже в античности, я не знаю. Уже в третьей серии мы уже в античности. В первой серии мы еще добрались до нее. Так. И стреляй. Вот не хочет через лес стрелять, зараза. По идее, сейчас мы так же восстановим ему хп, даже если нет. А, да, как раз. Все, отлично. Не добил этот лучник. Этот добивает, восстанавливает хп, и его еще можно левелапнуть в итоге будет. Можно просто вот так стоять возле этого поселения вдвоем и просто фармить этих варваров. Ну, жалко, что мы не можем их левелапать после того, как они уже походили. После того, как они уже что-то сделали. Ладно, давайте будем бить этих варваров потихонечку. Потом, если все будет хорошо, лучники ударят и эти добьют. Если все будет хорошо, если лучники ударят... Слишком много если. У нас нет Wi-Fi, и две недели, проведенные в Танзании, мне пришлось говорить с людьми. Какой ужас. Говорить с людьми кому-то пришлось. Наши исследования открыли настоящее чудо природы. Оно принесет великую пользу тому, кто поселится на ближайших землях. Вот это вот вроде бы тоже новая такая тема с чудесами природы. Астрология ускорилась отлично. Величайшую пользу. Клетка непроходима, представляет собой гору, дает две пищи соседним клеткам. То есть на всех вот этих клетках по четыре пищи. Даже здесь четыре пищи в лесу и одно производство. Но надо будет сейчас осмотреться здесь хорошо. Может быть, если Япония не будет против, мы потом и поселимся здесь. Вот здесь какой-то, наверное, город-государство как раз находится. Посмотрим. Так, все, ждем пока что. А, сейчас. А, нет, все нормально будет как раз. Вдохновение. Мы успешно построили военный лагерь и готовы формальнее подойти к подготовке в войск. Отлично. Улучшения касаются не только земель, но и водных просторов. Нужно найти способы использовать ресурсы у наших берегов. Окей. Появилась возможность перейти на новую, более эффективную. Окей. Ваше величество, я беспокоюсь о настроениях граждан. Советую задуматься, каким образом мы можем сделать их счастливее. Окей. Сейчас будем думать. Но жизнь на море куда лучше. Разделяй и властвуй. Мудрое правило. Но объединяй и направляй еще лучше. Так, хорошо. Давайте мы... Блин. А, все, они не доходили. Отлично. Берем зал. И валим отсюда. Куда-нибудь подальше. Так. Недостаточное довольство. Давайте посмотрим, что у нас с довольством здесь. 15% рост населения. 5% непищевая продукция. Одно довольство из требуемых двух. Разработайте редкие ресурсы, чтобы получить довольство. Из-за усталости от войны, недовольства от национальных... Довольства, точнее, от национальных парков. От религии. Религии у нас просто, видимо, нету. Да, великие люди тоже нету. Развлечения. Ну, это дворец, наверное, нам дает развлечения одно. И от социоинститутов нет. А вот здесь, кстати, у нас вообще нет довольства. Дворец нам довольства не дает, насколько я понимаю. Да, и вот. Вот и все на этом. Никакого довольства в жизни нет у людей. Так, ладно. Давайте попробуем вино. Редкий ресурс как раз. Может быть, мы сейчас его бахнем, и все станут довольны. Следующее исследование. Мы берем деньги. А подождите, нет, астрологию. Давайте изучим. Вот. И социальный институт, который мы будем изучать следующий. Вот как раз, наверное... Давайте сейчас посмотрим, что у нас. Вот. Развлекательный комплекс. Район, который добавляет довольства. Исследуйте строительство. Я быстрее все-таки напрямую исследую эту тему, потому что, ну, она нам нужна уже очень-очень-очень сильно. Остальные пока нам не особо критично. Чудо света Оракул. Так. Да, мы еще не посмотрели до сих пор на вот этих вот, как они называются, великих людей. Великих людей. Великий полководец мы сейчас будем получать по одному очку в прогрессе найма великого полководца. Вот как-то так. Даст нам боевую... Пять боевой мощи. Плюс один к очкам передвижения. Ух ты, слушайте. Вот это... В пределах двух клеток. Вот это не совсем понятно. Так. Искусство войны. Литературное произведение. Для ШД. Вот это не совсем понятно. Так. И у нас наши соперники, вот как раз у них тоже очки идут. У Норвегии, у неизвестного игрока, у Японии. Очки великого пророка. И это у нас великого ученого у Конга. И кого-то неизвестного тоже потихонечку набирают, собирают. Была бы куча бабла, можно было бы просто нанять его и все. Или, например, если было бы слишком много веры у нас. Но веры у нас ноль. Почему-то не растет наша вера. Ну и ладно. Так. Что мы дальше будем строить? Кампус. На отдельного горожанина плюс две науки. Давайте построим, наверное, кампус. Быстренько сейчас. Конечно, нам вроде не особо нужна сейчас. Казармы. Так, такое. Генерирует золото и очки великих полководцев. Вот так вот. Интересно. В размере 15% от производства потрачено на этот проект. Но пока, наверное, я спешить не буду. Давайте мы лучше действительно попробуем поставить кампус. Кампус. А что там? Как он там должен размещаться? Так. Плюс один наукио с каждых двух соседних клеток с районом. Тропическим лесом. Тундра, снег, равнины, луга. Две соседние клетки с районами. Луга, горы, горы, горы. Ага, или горы, то есть горы, или тропический лес, или два района. Грустно как-то на самом деле. То есть куда его расположить? Непонятно пока что совсем. Вот, кстати, да, вот сюда. 100 голды потратить и поставить сюда. Плюс две науки будет у нас. Ну, не так уж и плохо, по-моему. Потом можно будет еще один какой-то район здесь организовать. И если... Если будут такие районы, которые здесь станут возле... Кстати, возле леса, может быть, и станут. Блин, 100 золота потратить. Ну, блин, дополнительная наука. Сюда я не хочу ставить. Там, по-моему, как раз район, который дает... Ну, развлекательный район, у него бонус от речки, если я не ошибаюсь. Поэтому, да, давайте поставим пока что сюда. Будет как-то вот так он стоять. Так, хорошо. Что у нас дальше? Доступно новое правительство. Наше правительство сейчас вождество. И у нас это правительство дает два слота под вот эти вот карты, как они там назывались, политические курсы. Мы можем поменять на... Ага, пока что мы можем поменять. Вот только у нас варианты. Вот эти. Потом у нас откроются эти варианты. И потом уже фашизм, коммунизм и демократия. Так, давайте тогда смотреть, что они дают. Все наземные юниты ближнего боя получают плюс 4 к боевой мощи. Ближнего боя только. У меня сейчас упор на лучников идет. Боевой опыт для юнитов 20%. И мы получаем вот такие карты. И одну, как я понимаю, это карта, куда можно... Ну, слот для карты, куда можно положить любую карту. Столица получает плюс 1 ко всей продукции. Бонус строительства чудес света. 10% плюс 1% за каждые 20 ходов при стандартной скорости. Тут и боевые мы можем карты положить. Две штуки. Одну, как они там правильно назывались, не знаю. И одну еще рандомную. Дальше. Античная республика. Все города с районами получают плюс 1 довольство. Плюс 1 бонусные очки. И 15% бонусных очков великих людей. Плюс 1% каждые 15 ходов за стандартную скорость. Ну вот довольство это классно было бы. Мне бы не помешало. Но с другой стороны, плюс 1 ко всей продукции. В столице даже хотя бы это уже круто будет тоже. Ну, карты мне вот эти больше расклад больше нравятся. Потому что боевые 2 можно поставить. А у нас боевая как раз нам денег кучу экономит. Поэтому берем автократию. Да. Содержание юнитов у нас уменьшается на 1. Вот эту карту я хотел оставить. Разведывательным юнитом. Бонус против варваров. 100% производства при создании морских юнитов древнего мира и античности. Интересно на самом деле. Но 50% при подготовке юнитов ближнего боя дальнего. Давайте вот это вот возьмем тоже. Карту пока что. Конных лучников тех же будем строить более быстренько. И одна карта, куда можно поставить любые. Любые варианты. Давайте посмотрим. Строителей. Одна вера. Одно золото в столице дополнительно. А кстати, вместе с вот этим делом. Продукция. Это же продукция, правильно? А вот это вот золото как продукция. Вера тоже как продукция должна быть, нет? Интересно. Интересно. Или поставить плюс 2 золота от всех торговых путей. Которых у меня всего один сейчас. Но все равно. Стоимость покупки клеток на 20% уменьшается. Могли 20 монет сэкономить. Чудес света. При создании поселенцев. Давайте вот что-то вот из этого. Давайте веру, например, тоже будем потихонечку набирать золото. Ну, по одному. Тут по два, конечно. Давайте пока вот это вот поставим. Все, подтверждаем. И получаем, да, кучу золота дополнительную и кучку небольшую веры. Ну, чуток, ладно. Всего лишь одну. Так, хорошо. Удовольство у нас пока что минус 1. 10 жилья в городе есть. И смотрим, что у нас дальше сейчас. Так, мы тут с варварами воевали, да? Давайте добиваем вот этих. Так, этот уже походил, да? Я понял. Я понял, я понял, я понял. Вот, гады сменились. Хоть иди теперь догоняй вот этих. Нашим ближним этим юнитам ближнего боя. Так, строим. Здесь плантацию. Окей, и исчез наш этот строитель, к сожалению. Так. Давайте сейчас вот лучше я по этим стрельну, мне кажется. И добью, наверное, как раз. Да, четенько вышло. И хп восстановим, и лагерь заберем этим. Не дадим забрать лагерь. 45 монеток получили. Хорошо. Кстати, мы не полностью восстановились. Чуть-чуточку. Нет. Не долечились. Ну, сейчас, может быть, на этом... Э, он убегает. Зараза, я его не догоню. Надо, кстати, вот этого можно, по-моему, до копеищ капнуть. Если я не ошибаюсь. Кажется, можно. Так, пойдем сейчас разными путями. Вот здесь вот тоже пройдемся. Угу. Так. Даже ударить смогли. Круто. Угу. Угу. Ну, не добивайте их. Оставьте мне, пожалуйста. Нет. Гады. Этого тоже, наверное, добьют сейчас. Прочники подошли. Ну, можем, кстати, на прочниках парить. Мы начинаем привлекать великих людей мира. Безусловно. Другие прай... Врач, не знающий астрологии, не имеет права называться врачом. Ммм. Хитро. Чем больше мы строим специализированных районов, тем сильнее привлекаем великих специалистов, таланты которых могут возвысить нашу цивилизацию. Реком... Продолжить строить районы. Я понял. Вот, собственно, мы уже два очка великого полководца набрали. Но эти ребята, конечно, быстрее гораздо наберут. Ну, кстати, тут побольше надо. Ну, вот Конга, кстати, может великого ученого заполучить довольно скоро уже. Так, может пойти, кстати, вот сюда потихонечку. О! Так, стоп, стоп. Идем обратно. Вот то, что я говорил. Появляются постоянно эти чертовы варвары. Как они надоели. Так. Деньги, деньги, деньги изучаем. Да. Деньги пока что берем. Сможем построить как раз не торговый, может быть, он район называется. Как-то так, по-моему, торговый даже называется. Так, добиваем прачников и как раз восстанавливаем здоровье. Просто потрясающе. Полностью, на максимум. Отлично. Это хорошо. Вот люблю. Просто, ну, я не знаю, скифы, читерская какая-то цивилизация. Может, конечно, у других цивилизаций бонусы тоже какие-то такие прям сочные-сочные. Ну, во-первых, два лучника вместо одного. Это очень, по-моему, сильно. Конных причем, да? И на них лошади. Не нужен ресурс лошади вообще на них. И так же... О, отлично. Восстановление ХП это вообще фантастика. Для такой боевой цивилизации, да? Вот если... Войной заниматься, то скифы просто потрясающая цивилизация для этого. Так, вот тут надо сейчас как-то рокировочку сделать небольшую. Причем, рокировочка с горой очень плохо получится. Мне это определенно не нравится. Давайте я отойду вот так вот, да? Пока что просто отойду. Окей. Просто пропустим ход. Так. Здесь, кстати, тоже может оказаться поселение варваров запросто. Раз разведчик идет. Еще... А, это гипс. Ничего себе. Какой он? Наказывается на самом деле, да? Или это не на самом деле? Больше на какие-то кристаллы такие похожи. Так, вот сейчас хватит нам ходов. Да, прекрасно. Бьем. А теперь нам надо бы еще как-то отступить. Но отступить у нас уже не получится. К сожалению... Блин, сейчас эти... Все пропало. Ладно, пойдем сейчас тогда просто восстановимся здесь, на этом месте. Ну, в городе хп восстанавливается быстрее. Так, хорошо. Идем. Потихонечку. 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 Так. Окей. Кто кого валит? Почему я? Мне не показывают. А это эти бегают здесь, я понял. А, нет, смотри. Тут все хорошо. Можно было бы на самом деле и... И добить этих ребят. Они какие-то не очень такие активные. Так. Наконец-то в этом поселении у нас построился... Амбар. Теперь... Вот, священное место у нас тоже теперь открылось. Новый район. И как раз священное место получает... Бонус за каждые две соседние клетки с лесом. Ага. Отчуда. Две веры от каждого соседнего чудо природы. Слушайте, неплохо. Вот, надо Килиманджаро идти занимать. Реально. Ну, долго строится будет все это дело. Даже не знаю. Монумент, чтобы культуры больше было 12 ходов. Или строителя, чтобы вот эту вот соль занять. Но... Даже не знаю. Или просто все-таки бахнуть в священное место. Вот здесь будет прекрасный бонус. Прекрасный бонус от трех леса сразу. Но нам придется потратить... Ну ладно, это 75 золота. Вот это 7 ходов с нашими-то... Деньгами. Поэтому, да. Давайте построим здесь священное место. Так. Окей. У нас здесь... Варварский дружок... С дубиной. Появился. Мы его не добьем. Мы его не добьем. К сожалению. Блин, надо было пойти их, наверное, апнуть все-таки до копейщиков. Я же вроде могу их до копейщиков уже апнуть. Блин, далеко, правда, топать. По одной, по две клетки. Это, конечно, грустно. Что там? Новое задание, да? Оу. Варвары. Прикольно. Так, ну... Как я сказал, какие-то пассивные местами очень варвары. Но это, опять же, я думаю, что именно из-за сложности... На более высоких сложностях все будет совсем по-другому. Так, забираем деньги. А я, интересно, по кораблю смогу слуга стрельнуть? Так. Вы обнаружили новый город-государство Ереван. И они нам дали задание. Что за задание? Можно тут прям сразу посмотреть. Но можно было посмотреть вот здесь. Нанять великого полководца. Ну, мы в процессе, в целом-то. В процессе. Токио, смотрите, да? У них новый городочек здесь. Близко так решили построить. Я даже не знаю. Так. Пам-пам-пам. Что у нас? Вот эти ребята здесь воевали. Воевали и... Ну, ладно. Давайте мы его отправим. Может быть, действительно сможем проапгрейдить. А лучник, я думаю, тут сам потихонечку справится со всеми этими варварами без проблем. Так. Что предлагают? Право прохода. Хорошо. Принимаем сделку. Спасибо, друг мой. Отлично. О, вот не знаю, как я по кораблю, но корабль по мне точно бьет. Зараза. Сейчас мы посмотрим. Так. Гадский корабль. Давайте сначала этим мы отрядом бахнем по нему. Как урон? Ну, как-то слабенько, реально. Слабенько. Квадримера. Ну, тут получше. Может быть, получится. Может быть, получится добить его. Так. Мы построили кампус. Можем в кампусе теперь построить библиотеку. Две науки. Ячейка для горожан. И один поинт великого ученого за ход. У нас... Сколько? Один ход остался до изучения развлекательных комплексов. Поэтому давайте что-то мы разведчиков за один ход построим. И будет норм. И в следующем ходу начнем строить развлекательный комплекс, потому что у нас тут... Да? А довольство, кстати, вернулось. Уже не надо, вроде как, довольство никому. Ну, ладно. А, вот наш разведчик. Куда бы тебя отправить? Пошли куда-то полазим. Еще какой-то город-государство, видимо. А, уплывает. Зараза. Имея регулярную армию такого размера, стоит задуматься о том, чтобы использовать наемников, если вдруг возникнет необходимость еще больше. Так. Хорошо. Богатство не в том, чтобы многим владеть, а в том, чтобы желать малого. Люди, которые не могут найти время для отдыха, рано или поздно будут вынуждены найти время для болезни. Угу. Жилье нам пока не надо. Колизей сможем построить. Две культуры, три довольства от развлечений. И развлекательный комплекс можем теперь построить. Так. Разведчики. Разведчики. Да, тоже пока на автопилоте. Пусть идут себя разведывают, куда хотят. Меня не особо волнуют разведчики. Что мы изучать будем? У нас нету ничего в ускоренном состоянии. Поэтому. Водяная мельница, кстати, пища, производство. Неплохая тема. Надо, наверное, колесо все-таки изучать. Что нам надо? Рудник. 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 Я, наверное, все-таки быстрее изучу просто-напросто вот эту тему, чем построю рудник. Мечники. Две клетки перемещения. Мощность 35. Математика. Постройте три разных спецрайона. Вот математика у нас густанется скоро запросто. Две галеры. Ну, посмотрим, что там с галерами. Два морских ресурса тоже потом со временем, может, будет. Три рудника построите. Феодализм. Это у нас уже дальше вот это Средневековье уже идет. Пока нам туда не надо в Средневековье особо переходить. У нас, по-моему, есть еще кое-какие бонусы для античности. Ну, давайте, я не знаю, каменную кладку. Таран, таран. Таран. Когда находятся рядом с городом, юниты ближнего боя наносят полный урон стенам при атаке. У нас лучники все. Ну, давайте тогда колесо все-таки будем изучать потихонечку. Так, хорошо, здесь военную традицию, да, или мистицизм. Что нам? Давайте мистицизм изучим. И дальше, как я уже говорил. Вот это подстава-то оказалась. Нужно 7 населения. Вот, блин. Нам еще ждать 12 ходов до строительства вот этой вот темы. Ладно, мы за 12 ходов сможем построить 3, ну, то бишь, 6 лучников. По деньгам нам прекрасно хватает содержания. Или построить казармы. 25% опыта за бои с сухопутными войсками ближнего и дальнего боя, созданными в этом городе. Кавалерии, созданной в этом городе, нельзя создать в военном лагере, где есть уже казармы. А, то есть или казармы, или вот эта тема, да? Одна ячейка, верховный полководец. Ну, такое. Ну, такое. Да, давайте строить армию. Армию. Повоевать-то хочется немного. Чудо света. Построил оракула. Этот норвежец. О, лучники. Давай, пли. Прекрасно. Эти наши бегут на апгрейд потихоньку. Так вот, пусть будет. Все. Ты до выздоровления. Так. Отлично. Отлично. Куда угодно можно стрелять. Ну, вот сейчас, кстати, варвары могут выйти. Но они, как раз, хп у них подрезано немного. Могут и не выйти. Новое задание от города и государства. Создать центр коммерции. Запросто. Но нам нужно больше людей. Вы встретили представителей из города и государства Занзибар. Занзибар. Окей. Так. Блин, она, может быть, стреляет через клетку. И она, может быть, попадет по моей коннице. На античную республику. Так. Правительство у них сменилось. В нашем распоряжении есть посол, который поможет завоевать расположение города-государства. Хорошие отношения с соседями принесут большую пользу. Окей. Давайте посмотрим. У нас, да, есть один активно, один торговый путь. И максимум один доступен, один посол. Давайте смотреть. Мы можем вот сюда второго отправить. С одной стороны, при трех послах, при трех послах. Задания они нам никакого не дают. Блин, даже не знаю. Такой сложный вопрос. Занзибар. Занзибар. Четыре золота в столице. Обалдеть. Две веры в столице. Я отправляю нашего посла в Занзибар. Четыре золота. Дополнительно. Да. Только что-то... Что-то нет у этих четырех золота, по-моему. Так. Стреляем. Прекрасно. Сколько у тебя там до левела уже? Долго еще. Так. Тут тихо пока. Никто новый не заспаунился. Добро пожаловать в США. Если вы можете себя хорошо заниматься, то вы можете воспринимать нас друзьями. Угу. Тедди Рузвельт. Большая честь познакомиться с вами. Объединяться информацией, да. Да. Да-да-да. Обменяемся. Так. Что у нас? Новую цивилизацию. Мы обнаружили только... Ммм. Кстати, воинов. Обнаружили. Торговец тут куда-то ходит между двумя этими, да, городами и государствами, что ли? Я люблю повторять, что исповедую воинствующий мистицизм. Я абсолютно уверен в существовании некоторых вещей, которых не знаю. Торговец. Ммм. Окей. Фантастика. Фантастика. Хорошо. Посмотрим на них в следующей серии. Пока что всем спасибо за просмотр. Всем пока. И увидимся в следующей серии. Субтитры сделал DimaTorzok